Внимательно слушаем все команды, после команды стоп не работаем, все действия по правилам создаем. Пожарим, удачи обоим, по углам. Станислав обучен, Станислав умеется, Станислав все в порядке с ударной техникой, с боевой массой, ну а Рамзан Гиреев тоже, знаете, победитель лиджера на турнире по ММА, версии ProFC, чемпион Суперкубка России по ММА, версии MixFight, к полутора десяткам уже рекорд потихонечку двигается, это тринадцатый бой, ну а у Клыбика это бой за номером четыре. У него уже четыре есть, это пятый бой, да. Все-таки есть перевод, хотя я думал, что за счет физической силы, которая у него очевидно присутствует, он не даст, но не даст перевести, но Рамзан хорошо взял поясницу и так отключил спину, конечно, защищаться было очень трудно. Вот сейчас мог уже Станислав сделать перевод, но не стал. Вообще по строению тела Станислава можно подумать, что он скорее борец-классик, нежели каратист, рукопашник, да. Но если он при этом, при всем еще и, ну при такой борцовской фигуре ударник, то это значит, что у него действительно очень мощные и сильные удары. Он отзащищался, в общем, неплохо себя показывает пока в борьбе. Ну и такое ощущение, что он просто не слишком пока торопится. А куда торопиться, собственно, в первом раме? Жизнь длинная, успеем. Да. При том, что тот же Гиреев, представитель Фалаш Прайда, ну ощутимо ищет именно борьбы, проходы, позиции. Я могу его понять, а если соперник, чемпион России, рукопашный бой, очевидно, что в ударной технике он хорошо себя чувствует. Отлично. Попал в сустав-то. Ощутимо. Ну, насколько мы с вами не знаем, бывает такое, что просто падает. Падаешь, там, подсказнешься. Пока просто все интересно. Довольно живо. Так они вдруг выберутся. Выберутся, шею прихватил. И опять отдает. Я не знаю, как то есть мысль вот так брать через руку. По-моему, проще сразу шею искать. Не знаю, может быть. Может быть, задушку. Всякое бывает. Я думаю, что не в этой ситуации опять, видите, вот кисть бы завернул туда дальше. Тогда была бы, возможно, уже сдача. А сейчас, мне кажется, уже это скорее болевой на челюсть. Чуть перехватил. Но это, мне кажется, как есть на самом деле, я не знаю. Левую руку выше, гречат из угла. У Станислава сейчас довольно сильно должны затекать руки, как уже у многих бойцов. Сейчас интересно, он довольно правильно начал делать, но не продолжил. Разворачивать соперника к канатам. Проще выжимать в угол, например, куда-то туда. Все-таки решил до последнего делать этот прием. Значит, чувствует, что забрал шею. С другой стороны, просто он держит его... Мне показалось, что была сдача, но именно показалось. Вот вы знаете, вот на такие штуки профильные, именно партеристы, они большие мастера. То есть вот так вот хлопнуть, и не поймешь, не то он подъявил, не то стучал. Ну и видите, судья после инцидента, который уже сегодня был, решает не останавливать. Ну, правильно, в общем. В общем, там сдача, это когда происходят два удара, и хоть там много чего казалось, на самом деле сдачи не было. Видите, до сих пор спортсмен работает и чувствует себя, видимо, хорошо. Да. Логично было бы здесь, наверное, поднимать в стойку, потому что... Ну, вроде как идет прием. Да. И посмотрите, посмотрите, и перетерпел Ронзан, и сейчас всячески... Лезет вперед, осуществляет контроль, если можно так сказать, потому что... В этом положении ему даже особенно ничем не рискуя, просто достаточно контролировать все-таки. Ну, а чтобы снизу так вот ударить до надежного, ну, это скорее везение, не же. Да, да, да. Какие-то сверхударные таланты. Ноги подтягивай, подтягивай ноги! Остается 30 секунд. Ноги отлегчить! Легче оттягивай, отталкивай ногами! В общем-то, при том, что Станислав физически и в ударной технике смотрится получше, Робзан, наверное, за счет вот того, что концовку вот этого раунда находится сверху, скорее всего, забирает таки себе вот этот раунд. Мне кажется, ошибкой Станислава было уходить, падать туда на прием. Сильно, наверное, ну, должен был он устать от этого приема. Знаете, я, честно говоря, подумал в какой-то момент, что он будет на него запрыгивать. Когда он шею стойки держал, ну, просто на грудь, ногами отхватывается, живет. Да, это просто редко кто делает, на самом деле. Тогда, может, бы шаться было бы больше, потому что захват был бы плотнее ногами. Сейчас уже это все, если бы так бы. Мне кажется, что для Станислава сейчас важнее защититься от всех переводов бартеров во втором-третьем раунде. И в этом случае, учитывая его преимущества физики, по крайней мере, то, которое мне кажется, да, не знаю, сколько оно реально есть, должно сказаться неупольным. Как мне показалось, Маршал, Станислав чуть подзажат именно в ударной технике. То есть вот его мускулатура, его умение бить, оно такое ощущение, что просто перезаряжено. Тут смысл еще в том, что мускулатура играет на тебя первую половину страницы. Пока, да, пока ты не забит. Это правда. А здесь я что имею в виду? То, что он всю вот свою ударную мощь вот слишком сильно... И до твоего соперника, пока ты его не забил. Слишком сильно хотел использовать, и в итоге, в общем-то, ничего и не получилось в первом направлении. То есть попытка проведения приема, ударная техника, ну, в общем-то, и ничего. Сейчас посмотрим. Вот сейчас хорош такой опять вспомним шутку ливеркик. Какие что-то шутки, больно, знаете ли? Знаем. Сейчас посмотрим, насколько на Станиславе скажутся... Чугунные руки. Вот именно такая попытка выложить в первом раунде. То есть насколько скоростные его данные упадут. Ну, пока, в общем... Трудно сказать. Ну, вот опять пропускает привод. Ему для победы этого, конечно, ни в коем случае нельзя делать. Оттолкивай резко и вставай, собственно, то, что и говорят. А там ударов в голову не было, в принципе? Ну, в общем, да, тут и судей апеллировать не надо. Я не видел. Я не знаю, где увидел это Ашота Шугианна. Возможно, увидим потом. Ну, если Ашота виднее, на мой взгляд, ну, ладно. Но мне тоже показалось, что ничего не было. Да, наши мысли. Не суть, поднялся. Это положение, мне кажется, что Станислава виднее. У-у-у-у, и поплыл. Ну, туда, ну, куда так проигрывать моменты после того, как попадаешь. Совершенно нельзя так делать. Нельзя вот так бросаться. Оттягивай, отталкивай. Вот сейчас услышал он. Сейчас, да, вот сейчас это надо делать. Ну, я думаю, вряд ли судья здесь становится. Ближе к суткам, конечно. Надо вставать Станиславу. Попытка что? Попытка болевого на ногу. Так. Опа. Очевидно, потрясен Рамзан. Рамзан. Даже не спешит вставать. Надо ему время, чтобы отлежаться. А, Станислав, Станислав, да. Вот услышал свой угол, отойди от него. Так. Что с бойцом? О-о-о. Неужели так все серьезно? Кстати, может. Нога правая, говорит. Возможно, сломал ногу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Долгое время продолжал, ну, какое-то время, да? Недолгое, какое-то время продолжал бой после этого. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, видимо, да, видимо, что торбанулось. Такое бывает. На фоне перенапряжения, на фоне пропущенного удара, кстати. Там как конечность составится, иногда там угол, известно. Да, возможно, тут казался пропущенный удар, и после этого неправильно поставленная нога. И, возможно, подвернулась, возможно, что-то надорвалась. Мы с вами это узнаем. Я думаю, что... Уже сильно потом мы из пресс-релиза, да. Потому что мы находимся не на стадионе. Это надо следить уже за сайтом организации и, соответственно, там получать информацию. Ну, вот, знаете, есть причина, есть следствие причины, и послужил этот удар. Мощный, хороший, попавший, болтанул. Вероятно, да. После чего один из эпизодов в партере, ну, и здесь дальше вызывают медицинскую бригаду. Судя по оборудованию, там, наверное, все-таки перелом. Ну, даже так. Есть такая разница. Хотя нет, это не фиксатор, это просто... Это носилка. Да, это просто носилка. Ну, если шину сейчас будут пласть, то... То значит перелом. То значит перелом. И настолько очевидный, да. Ну, на мой взгляд, если был бы перелом, он бы на ногу как-то встать, безумно. Там боль гибнет, сочет. Ну, мы только догадываться можем. Факт в том, что соперник не может продолжать поединок. И, соответственно, победа... Сейчас будет присуждена Присуга Станислава Клыбихова. Представители Клова Триумф, да, приветствую вас, ребят. У Ислама долгая его история с кругом. У него там в одном месте не сложилось. И сейчас я его искренне поздравляю, благо мы с ним знаемся несколько лет. И очень у нас хорошее с ним отношение, очень доброе. Я искренне Ислам поздравляю, потому что нашел людей... Ну, очевидно, он хороший и добрый человек. Да, да, да. Он нашел и людей, и возможности с тем, чтобы в своем зале сейчас уже открыто начинать тренировать. Снова. В общем, я тебя, Ислам, поздравляю, поздравляю твоего бойца. Немножко жаль, потому что Рамзан Алгиреев показал неплохой бой, показал терпеливую свою натуру. Да, и многие эпизоды он забрал себе, выиграл. Обидно. Ну, видимо, что-то со связками. Видимо, что-то со связками. Что-то хотят сказать эллифтонанты, но не суть. Ну, не принципиально. Ну, и сейчас официальное решение официоза. И поздравляем таким образом у вас чемпиона Гран-при Селекшн в среднем весе. Да, очень правильная вещь, которую сейчас сделает Станислав. Первым делом благодарить Господа за то, что... Ну, победа есть победа. Вот, и это первое, что нужно делать, наверное, после победы. А вот Ислам Гаримов вытащил своего товарища. Горислав благодарности. Ну, очевидно, все у него было хорошо с ударной техникой. И вот этот попадание... Пау в печень. ...с дальней руки, насколько я помню. Кстати, а не этот ли удар? А не этот ли удар сейчас такой полу-лоу, полуподметающий случился? И он так просел упал. Ну, можно гадать сколько угодно. Познаем потом. Станислав с победой и поясом. ...братя нам все во христе, у тебя брат блеснец. Два сердца в утробе пели отчасти. Для награждения победителя.